Ну что, друзья, привет! Такая у меня ностальгия, давно не снимал на ручную камеру и решил этот весь выпуск сделать вот в таком лайв-режиме, без операторов Так, ребята, я вас хочу познакомить с Машей Ребята, я вас хочу познакомить с Сергеем Мы летим сейчас в Париж, из Парижа летим в Милан и потом обратно в Москву Значит, цель поездки это бизнес Я вам буду показывать наши переговоры с европейцами и покажу вам стрит-ритейл, бизнес, как он есть в двух странах, в Италии и во Франции Короче, уверен, что будет интересно Так, не для там наших фамилий Ну, мне кажется, что крутой товар И должно быть красиво Я уже успел пройти один квест Ой, ё-моё, капец Тот самый магазин, на котором я уже, наверное, протрешал уже все уши Пора уходить, так мы и не зашли внутрь На всей улице нет таких магазинов с такими очередями Наша главная задача это договориться с тремя поставщиками У нас будет встреча с тремя поставщиками Очень надо, чтобы у нас было много товара здесь в России Потому что мы много продаем Это наша основная задача Если получится, ребята, это будет чудо и счастье Потому что вообще европейцы не работают по отсрочкам Вот, обычно они все в предоплату Как мы и работаем уже год Жесткие переговоры Да, и реально будут, планируются очень жесткие переговоры 14 килограммов Я надеюсь, не очень сильно увеличится после Парижа и Милана Как думаете, если хоть один человек в очереди, которому смущает Что у нас колонка для дипломатов Маш, тебя смущает? Мне беспокоит, что Сергей не смущает, что он на рейсе падает Люди проходят, но у нас же рейс вперед А он вообще стоит в Кабимане и сходил Вообще Мы не торопимся Мы не торопимся Маша Скажи, как ты считаешь, нужно быть на расслабоне или торопиться? Мы как мама в семье Должен плейстар Молодой человек, кто вы такой? Меня зовут не Маша Повторяйте Вот Сережа отвечает на вопрос Надо быть на расслабоне или торопиться? Смотрите, рекомендованная розничная цена 160 рублей Останет за 45 Сергей, что вы обычно делаете, если вы опаздываете на рейс? Я покупаю журнальчик, чтобы еще больше расслабляться Люди там обгоняют его в очереди, просят пропустить Он всех добровольно пропускает Идет за журнальчиком еще, вот вернулся Сережа, там косметика, когда вернемся, кофе надо писать Так, ребят, ну что, ну мы на европейской земле уже А, это Артем Да Артем Мой партнер по ритейл-компании Вот, и мы приехали Артем, что мы приехали делать, скажу? Приехали, как многие считают, делать невозможно Ну мы не будем говорить, что это коммерческая тайна Получать условия Короче, нам нужны хорошие условия от наших поставщиков И я надеюсь, что эта поездка будет самая плодотворная из всех наших поездок Ладно, не будем отвлекать пока Там трудности перевожат Forbes Travel Guide Пять звезд у этого отеля Это отель, в котором мы остановились Сейчас вам немножко покажу Это самое главное Вид Па-па-бам Тут гардеробная Ванная Халаты С вышивкой Так, не для там наших фамилий Короче, вот такой номер Больше всего я в восторге от гардеробных Здесь так много места Если бы еще остановиться на подольше Тогда было бы все очень хорошо Друзья, смотрите, куда мы пришли Это магазин Панье де Сенс Прованс Это магазин, который мы хотим открыть в России Мы приехали уже на третий этап переговоров Вроде все хорошо Мне бы, во всяком случае, понравилось Смотрите, какой красивый магазин Я пробегусь Очень похож на Локситана Вот это владелец магазина Его зовут Джером То есть не владелец магазина, а в целом владелец бренда Вот, смотрите, что здесь Это фабрика жидкого мыла Вот здесь разливают жидкое мыло Вот сюда 95% натурель Вот И большой ассортимент довольно Такие, видите, по ароматам Вот, например, все одного вкуса Крем для рук Крем для тела Парфюм Это жидкое мыло Так это все выглядит Смотрите, какая красота Вот это, например, очень сочно, по-моему Артем, что думаешь? Артем часов 5 назад помазал руки Какой-то штука Теперь пахнет виноградом Ну, мне кажется, что крутой товар, да? Как что ты думаешь? Ну, с учетом того, что здесь везде 100%, 199% натуральных компонентов Да И то, что сейчас в тренде Да Короче, ждите, ребята Скоро будет в России Смотрите, какая упаковка, блин Это просто огонь Хорошо бы смотрелся такой магазин в России Вот И, может быть, кто-то из вас хочет его открыть Напишите в комментах Или можете мне в директе написать Так, ладно, мы пошли гулять по Парижу Погодка вроде неплохая Ну что, следующая наша остановка Это фондация Louis Vuitton Это не торговый центр И это не магазин И внутри там подборка картин И должно быть красиво Так это выглядит снаружи И вот самый фэшн-значок для галереи Который только можно представить Идем внутрь Маш, расскажи, как тебе в галерее Ну, мне кажется, что... Что плохо, что она закрылась Короче, мы зашли внутрь И нам сказали, что Сейчас нет ни одной выставки Которая бы там была Но вы, в принципе, можете купить билет, чтобы зайти Внутрь мы пока не попали Зато смотрите, куда попали Вот на пастбище Самые, что ни на есть Настоящие Утки С утки у меня не так строится отношение Как С девушками так но вы поняли что пора уходить так мы не зашли внутрь поэтому мы едем в другой музей в самом центре париж а мы в саду тюлери прям недалеко где-то лувр домаш где лувр там да вот его кусочек это модели они или нет да настоящее искусство как по мне она как тренинг это то что что-то внутри задевает заставляет подумать переосмыслить меняет что-то в твоей жизни и до 20 века такого было мало искусства потому что люди старались копировать реальность как она есть вот в назначении говорили картина должна быть как окно вот рамка обрезана внутри все как настоящее должно быть но 20 веку изобретает фотоаппарат и это смело все искусство потому что просто перерисовать потеряла смысл можно было сфоткать из этого момента очень четко то что художники стали закладывать картины нечто большее глубокие символы или глубокие эмоции мы сейчас пришли современный список смотри мы пошли посмотрите куда мы приехали это люмен там вот офис находится здесь шоурум вот такие диффузоры очень крутая упаковка запах тоже отличный их просто огромное количество эту компанию мы увидели на выставке по моему в милане это было почти год назад уже начали работать сейчас немного и вот приехали для того чтобы познакомиться с владельцем и для себя хорошие условия партнерские то есть всегда когда ты начинаешь работать с поставщиком вначале нет большого доверия то есть есть такие отношения чисто коммерческие потом начинается уже партнерские доверительные эксклюзивные условия отсрочки так далее вот так что начинают всегда сложно когда уже есть опыт работы и имя тогда становится гораздо проще так что не бойтесь начинать да ребята тут целых два этажа представьте те кто говорит что парфюмы для дома мало для одного магазина для одного островка 10 квадратных метров так вот здесь я думаю что метров 200 квадратных этот площадь и только-только этот товар свечи парфюм конечно круто мне очень нравится сочетание цветов когда одно и то же в разных цветах это делать гораздо проще выбор от у себя не думаешь над разными комплектациями просто цвет какой нравится и все одинаково это сейчас вообще тренд для итальянцев очень важно внешняя упаковка цвета и очень то как это выглядит как это производит впечатление вот на первый взгляд сразу мы встретились владельцем этой компании сейчас я вас познакомлю с вами джорджи а это склад то есть там шоу-рум здесь склад очень похоже у нас такие же бумаги да и путин the king of during the mix да он может подробнее сказать я вообще масло добывается где она добывается это же наверняка с местами из региона this is raw material you mean this is this can all over the world с разных точек мира зависит вообще от того какое-то масло есть какие-то варианты которые из сицилии какие-то из тосканы а например вот этот ситронелла это понимает что типа лимон вот из малайзии вообще но это все 100% натуральное да this is 100% natural this is 100% natural но смотрите здесь сборка проходит все либо всему и прям сейчас да да круто да вот смотрите вот эти ребят смотрите сколько воска разноцветного и есть мы и что и есть и спайсец, кейн-дл, спайсец и спайсец и семейство и мы можем персонализировать файл и смартфон разноцветный, конечно же, с вашим логотипом водочек, с пришел водкой. Наверное, стоит спросить, как много лет он этим занимается, вообще, с чего он начал. Мой папа начал этот бизнес в 1961 году. Так, ну ладно. Жаль, что он сейчас не работает, но масштаб очень мне лично очень нравится. Это уезжают в Корею, это диффузоры. А сколько у них пропорция на итальянский рынок, сколько на экспорт? Какая пропорция между локальным рынком и экспортом? Это около 40% в Италии и 60% на экспорт. А какие экспортные рынки? В основном, в Азии, в Азии, в частности, в Японии, в Сингапуре, в Китае. Так что сейчас в Китае потянуло, там хорошие достаточно рынки. И, например, в Китае сложно продавать алкоголь. Сложно продавать алкоголь. Проблемы в костюмах, не в Китае. У нас или у них на рынке это возникает. Смотрите, что происходит. В общем, это такие свечи, в которых деревяшка специально, вот эта палочка сделана так, чтобы она трещала, как костер. Несколько минут, и тогда... Мы говорили, что нужно несколько минут, чтобы он разгорелся. После... Несколько минут... Через несколько минут слышно вы станете. Так, ну что, прошло 30 минут переговоров. И мы вернулись к нашим трескающимся свечам. Да, они реально трещат. Вам, наверное, не слышно, но все равно я вам скажу, что это так. Короче, все, трескающие свечи проверены. И кроме них еще огромное количество очень крутого товара, который скоро будет весь в России. Сейчас уже у нас есть уже вот такие диффузоры мы привезли в Россию. Вот. И вот такие диффузоры и свечи тоже есть. На самом деле, вот очень крутая нам сейчас рассказали, вот эта суперкрутая новинка. Это горящая свеча. В общем, ты зажигаешь, расплавляется воск. Вот. И наливаю... И вот это вот можно делать этим массаж. Специальная такая свеча. Это 100% натуральная. Вот смотрите, как это происходит. Вот. Зажигается свеча, и потом делается ей массаж. Это очень круто. Короче, поездка и переговоры наши прошли не зря. Очень хорошие условия согласовали. Вы с людьми представителями этого бренда в России. Так что ждите на прилавках магазинов Москвы и вашего города тоже. Ну и все, кто хочет, если вдруг начать с нами работать, тоже можете мне писать в директ или там снизу оставлю контакт. Так, ну что, друзья, это просто какое-то белиссимо. Пятница. У нас закончились переговоры. Было три поставщика, два в Париже и один здесь в Милане. Все, теперь есть время расслабиться и насладиться этой великолепной погодой. Вы посмотрите, блин, просто жара. По-моему, 17 или 18 градусов. В то время как в Москве сейчас снег. Какие выводы я могу сделать по работе с поставщиками? Для европейцев супер важно это личное общение. Обеды, какие-то встречи, разговоры ни о чем. Это для них самое важное. То есть у них нет такого, как в России. Прямо здесь сейчас заработать нет. Для них это долгие отношения. Вот поэтому выстраивая отношения с ними, надо это понимать. Да, выстраивая отношения с ними, надо это понимать. Не ориентироваться на прибыль сейчас. Не ориентироваться на какие-то поражательные какие-то условия. Нет, нужно степ-бай-степ постепенно это менять. Это вот очень большое отличие от китайцев, например. И для европейцев очень важны выполнения договоренностей, выполнения обязательств. Потому что если вы говорите, что вы пришлете завтра какое-то письмо, не присылаете, то к вам уже совершенно другое отношение. И все об этом говорили нам, что мы общались уже со многими российскими компаниями. И все они не выполняют обязательства. Они вначале что-то обещают, потом пропадают на год или на полгода. И это как бы в России в порядке вещей. Здесь такое неприемлемо. Поэтому, пожалуйста, те, кто будет работать с европейцами или уже работает, давайте вместе будем поддерживать имидж России как хороших, надежных партнеров. Потому что к нам, конечно, они относятся с большой опаской. Никто не хочет работать с какими-то осрочками, какими-то инструментами финансовыми. Все побаиваются России. Ну и понятно, за что. Потому что реально часто говорим и не делаем. Ну а перед заселением в отель нужно разобраться с одной бродягой, сидящей на бордюре на площади. И вот она. Ты снова снимаешь. Как это мне надоело? Маша, куда мы идем? Мы сейчас будем подниматься на крышу, а у нас фастодбор. Ой, ё-моё, капец. Представьте, это и есть фасттрек. Ё-моё. Короче, мы сейчас на самую крышу поднимаемся вон туда. Пока мы здесь стоим в очереди сколько-то час уже? Я уже успел пройти один квест. Вернее, не пройти, а запороть его. Пошел покупать воду, у меня нет евро кэша. Короче, представьте, нигде нельзя купить по безналу без карты. Карты невозможны. В итоге я пробежал все вокруг, пошел в банкомат. И единственный банкомат вот здесь на площади, в самом центре он один. Он не работает, короче. Мы остались без воды. Вот такой вот квест. Поэтому, друзья, лайфхак в Европе. Носите кишулю. Любят наличку здесь до сих пор. Смотрите, это подсветка, да, на них? И видите, такой для воды, чтобы она утекала. Ага. И теперь самое интересное, смотрите, он разрушается уже, видишь? То есть, прикиньте, вам надо, как это, в Венеции использовать маркетинговый ход. Приедьте, пока вы еще можете увидеться в городу. Конечно, представьте у нас в России, да, особенно в регионах, где, мягко говоря, не так много красивого. Как могут вырасти, да, бизнесы с суперупаковкой, с суперчувством вкуса. Как, ну, просто нет людей, негде вдохновляться. Поэтому, ребята, по возможности смотрите на прекрасное. Ходите в музеи, летайте в другие страны, вот. И получайте новые впечатления и переносите их на свой продукт, на свой бизнес. Маша, как ты думаешь, что означает эта иголка с ниткой огромной? Я думаю, может, здесь у кого-то великого оборвался в носок, и мы здесь его зашили. А есть какие-то официальные версии? Ребята, вам супергениальная идея вообще для магазина. Посмотрите, какая очередь. Вот отсюда идет. Китайский bubble tea. Это очередь в Франкли bubble tea and coffee. Что-то в этом точно есть, какая-то большая идея. Bubble tea, coffee, food, happiness. Я такого в России не видел, в всяком случае. Очередь говорит сама за себя. Да. На всей улице нет таких магазинов с такими очередями. Но если мы говорим о Street Hotel, конечно же, я не мог вам не показать Flying Tiger. Это тот самый магазин, которым я уже, наверное, протрещал уже все уши. Вы знаете, уже сейчас в России открываются такие форматы Миннесо, там, какие-то еще магазины. Но это очень круто. То есть вот всякая... Посмотрите, сколько народу в магазинах. Это просто хана вообще. Вот всякая мелочь. Очень дешево. Один евро, два евро. Все очень красиво. Крутой дизайн. Сделано охренительно. Ну и вот результат. Куча кэша. Я знаю, что подобные магазины в Москве делают под десятки лямов в месяц. Выручки. Это очень круто. Огромный поток. Суперлояльный. Вы посмотрите, просто толпа. Это такая IKEA без мебели. Маш, скажи, какие выводы. Ты у нас историк, искусствовед. Как тебе улица Милана? Улица Милана очень красивая и уютная. Хотя мне кажется, что они темноваты. Мне нравится немножко другая архитектура и больше мне нравится Рим. А тебе, Сереж? Мне тоже больше нравится Рим. Здесь реально как-то они немного какие-то мрачные. Мрачные. Да. Хотя есть люди, кому нравится Рим, а кому нравится Милана. Какой-то он пафосный сейчас. Да? Да. Короче, сделайте выводы. Сами приезжайте, посмотрите. Ну что, друзья, я переместился из солнечного летнего Милана в пока еще весеннюю Москву. И я бы таким не случайно. Пришло время платить по счетам. Пришло время платить по обязательствам. Мы разыгрывали много подарков. И не было времени. Мы уже выбрали даже победителей, но не было времени об этом рассказать на канале. И сейчас мы озвучим всех победителей и сделаем это в новом офисе, в котором мы только недавно переехали. Пошли. Это новый офис на Остоженке прямо в самом центре Москвы. Напишите комментарий внизу, интересно ли вам, чтобы я показал его подробнее, показал жизнь внутри подробнее. И вообще показал свой день, как он, с чего он начинается, какие привычки, какие принципы, что я делаю утром, что я делаю вечером и так далее. Напишите в комментариях. Пошли дарить подарки. Значит, у нас было интервью с Птахой, вы помните? И вот эта вот цепочка, вот эта цепочка, которую нам дал Птаха, она, знаете, куда отправляется? Андрею Павлюковцу. Или Павлюковицу, не знаю. Андрей, я тебя поздравляю. Ты красавчик, ты получаешь вот это. И самое крутое, ты получаешь встречу со мной и с Птахой. Мы втроем встретимся, поболтаем, задашь какие-то вопросы. Потом, давайте, следующий призыв. Додо пицца. Додо пицца, мы были у Федора Овчинникова. И Андрей Сидоров, я тебя поздравляю. Ты получаешь вот такую книжку. Да, у Лорен Баффетов. Подарок от Федора. Я думаю, что она тебе пригодится. И такую кепочку. Обязательно сделаем какую-то фотку и с книжкой, и с кепкой. Ты красавчик. Дальше. С Петей Осиповым. Как давно это было уже, да? С Петей Осиповым мы развернули сразу три подарка. Это бутылка Хеннесси. Это две книги «Искусство войны и как читать книги». И смотрите, они отправляются. Первое. Артём Дороган. Артём, я тебя поздравляю. Бутылка Хеннесси отправляется тебе. Дальше. Виктор Надточий. Виктор Надточий. Главная мысль получать удовольствие от самого процесса трансформации, а не от достижения цели. Это очень крутая мысль. Тебе отправляется «Искусство войны». И Вова Факов. Вова Факов или Факов, может быть. Вова, тебе отправляется эта книга «Как читать книги». Мартимер Альвер. Я поздравляю. Обязательно прочитайте книги. Пусть они не пылятся у вас на полке. Это очень важно. Значит, следующее. Вот эти. Это очень важный лот. Я думаю, что многие из вас хотели получить реально эти часы. Часы от Айаза Шабудинова. Здесь, сейчас. И победитель. Барабанная дробь. Мария Тонких. Мария, я тебя поздравляю. И знаете, что написала Мария? Я подписан на канал Айаза. Видео вышло. Мой день рождения. Блин. Мария, я тебя поздравляю. С днём рождения тебя прошедшим. Эти часы у тебя. Обязательно выкладывай пост. Отмечай меня. Отмечай Айаза. Я думаю, что ему будет приятно, что эти часы в надёжных женских руках. Вот. Такие вот подарки. Это всё мы доставим вам до победителей. Напишите, пожалуйста, мне лучше в директор инстаграме или в контакте можете написать. Но мы в любом случае с вами свяжемся. Эти подарки по праву ваши. Спасибо, что смотрите канал. В общем, мы делаем такие розыгрыши постоянно. Поэтому участвуйте во всех розыгрыше. Смотрите следующие выпуски и становитесь обладателями таких супер ценных артефактов. Они реально изменят вашу жизнь. Особенно жизнь изменит вот эту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова